Итак, у нас сегодня новая тема, большая тема, на которой мы, в общем-то, какое-то количество лекций остановимся, возможно, даже до конца нашего курса. Я узнал, когда у нас будет зачет, 28 числа, значит, соответственно, у нас осталось 7 занятий, включительно с этим. Поэтому вполне вероятно, что именно на эстетическую категорию ужасного мы все не потратим. Поэтому сразу же хочу вас предупредить, что я решил эти лекции не оформлять, чтобы у нее был свой зачин, некое развитие, интрига и свое завершение у каждой лекции, а просто давать некий материал подряд по времени. Вот заканчивается лекция, просто я перестаю говорить. И с этого же момента начинаю следующую. То есть это как бы одна большая лекция. Потому что тема сложная, тема на самом деле малоизученная и очень интересная, на мой взгляд. Поэтому лучше не мельчить, каждый раз не замыкать это все, а поэкономить время вот таким образом. Еще один момент, который я бы хотел обговорить, но вы, наверное, уже к этому немножко привыкли, хотя в теме, посвященной цветам, я давал материал, по крайней мере, более-менее структурировано, хотя это вообще очень именно в педагогическом процессе. Одно дело, когда ты книгу пишешь или статью, а другое дело, когда читаешь лекции для аудитории. Я абсолютно убежден, что субъективная манера, то есть манера подачи материала, предполагающая ваше погружение, включение в него, она значительно более продуктивная. Тот, так скажем, дискурс аполонический, как его имена вам меньше, он, конечно, хорош, когда вам все по полочкам раскладывают. Наверное, он неплох для запоминания, но вот только в современной нам ситуации, как мне кажется, запоминать, в общем-то, ничего уже и, собственно, и не нужно. Нужно не запоминать, а впитывать какие-то важные интенции и пытаться на них выстроить свою модель реальности. И в этом смысле дионисийский дискурс, дискурс, который не предполагает некой структурированности, а который предполагает, скорее, проникновение, интуитивное проникновение в материал, он, на мой взгляд, несоизмеримо лучше. Если даже вы сейчас запомните меньше, чем если бы я вам это по полочкам все добавил и раскладывал, то те семена, в которые у вас будут заброшены, они, как правило, прорастают. И прорастают ваши ли мысли на этот счет, а не моими. А это лучше. То есть все-таки у нас курс посвящен обучению вас, а не просто то, что вы пришли и читаете, и мне будет заклопить. То есть я не выступаю в роли статей на заклопите. Более того, тот материал, который я вам читаю, как правило, это тот же самый материал, над которым я сейчас работаю в своих научных исследованиях. То есть это материал, который мы сейчас начинаем, он уже есть в моей книге, но она сейчас на верстке, то есть ее еще прочесть нельзя. Она еще не вышла. Получается, я здесь во многом обкатываю этот материал, в том числе я буду давать и того, чего в книге нет. По понятной причине книга должна быть. Какие-то сомнения, вопросы, оставшиеся без ответа, которые для меня зачастую остаются загадкой, непонятными. Я, в общем-то, буду все это озвучивать. Почему это необходимо? Почему необходимо давать материал так, а не, к примеру, говорить вот это-то, значит это. Запомните, запишите и продиктовать еще, да, вам? Как в школе это делали? Когда? Может, и сейчас делаю. А? Преподавайте. Ну, соответственно, еще начиная с Хайдегера, уже встал вопрос, в общем-то, со всей очевидностью, что техника прямого вопрошания некоторых вопросов просто вообще не результативна, она невозможна. Хайдегер, да, очерчивает в своей ранней работе «Бытие и время», где говорит о том, что вопрошать, что есть в бытие, в общем-то, абсурдно. То есть для того, чтобы понять, что это такое, придется задавать кучу соседствующих вопросов, прямой вопросом, на него либо можно глупо ответить, либо никак. И здесь ситуация аналогичная, я избираю технику совершенную и мулю, моя тактика – это постепенное очерчивание кругов вокруг проблемной ситуации. Я понимаю проблемную ситуацию, как некую точку выпадения из нашей реальности. То есть если бы она не выпала, она бы не была проблемой. То есть та проблема, которая нуждается просто в неком простом решении, это не проблема, это некая просто текущая ситуация. Она не всегда позитивна, как известная ситуация. Проблема – это то, что мы понимаем, что что-то происходит, а оно может мешать нам даже, но мы не знаем, что происходит и что с этим делать. То есть мы не видим саму ситуацию. Вот это и есть подлинно проблемная ситуация. И для того, чтобы понять, что происходит, нужно начинать описывать круги. Как представьте себе следующую, опять же, аллигурию. Предположим, что у нас на дороге, на магистрали проваливается грунт. Большой уголок. Ситуация просто может очень решаться. Мы накрываем вот эту ковру сверху. Все, грунт не провалим. Но ситуация становится опасной. Потому что на самом деле, как была проблема, так и есть. Туда можно ухнуть еще с большей долей вероятности. Это прямое вопрошение. Когда мы спросили проблему, и дали первый попавшийся на нее ответ. Все реально мы о ней ничего не узнали. Мы просто закрыли на нее глаза. С другой же стороны, можно попытаться найти границы этой проблемной ситуации. Дело в том, что в отличие от той метафоры, которую я вам привел, мы не знаем, где этот провал произошел. Поэтому начинать нужно издалека, постепенно приближаясь к ее границам. И самое удивительное, это тоже нужно понимать, когда мы отчертим эти границы, ответить на то, что в сердцевине происходит, мы по-прежнему не сможем. Но мы приобретем совершенный мой опыт. Опыт того, что мы будем знать, во-первых, границы нашей компетенции, докуда мы можем ответить на вопрос, после которого мы уже не можем. А во-вторых, мы будем знать, какие ближайшие амплификации к проблемной ситуации поддаются нашему осмыслению. То есть сама по себе проблема, ну в прямом, банальном смысле, не решится. Но она станет значительно более подконтрольной. А это уже совсем другое. И с этим можно как-то работать. Поэтому тактика моя будет достаточно специфична. Вам может поначалу даже быть ничего не понятно или понятно не все. Зачем я об этом говорю? Почему с этого на это перескакиваю? И так далее. Это и есть эти границы. Пока что они даже не связаны ни во что. Но так как я чувствую пока что интуитивно, ибо я пишу курс к каждой лекции, каждую лекцию пишу, каждую лекцию, интуитивно я чувствую, где примерно эти границы лежат. И если мы не придем к полностью некой очерченной ясности, то по крайней мере к какому-то ближайшему контакту с вот этой точкой выпадения мы явно сможем подобраться по ступице. Я бы сравнил это с одной выдающейся цитатой из творчества Карла Густава Юнга. Вот этот метод. Он писал однажды, что зрелость, психологическая зрелость человека может быть охарактеризована как описана тем объемом неопределенности, которую он может выдержать. То есть если человек не зрел, ему можно на все ответы давать. Если человек психологически стал зрелым, то он может выдерживать колоссальное количество неопределенности, не затыкая, не закрывая их ответами, которые, в общем-то, ни на чем не основаны. То есть есть вещи, на которые ответить нельзя. Это абсолютно очевидно. И к одной из таких вещей относится ужасная как эстетическая категория. На самом деле, очень редко вообще ужасная как эстетическую категорию в эстетических трудах можно встретить. Значит, на чаще можно встретить безобразное, а это совсем не одно и то же. Нас, конечно, будет прежде всего интересовать ужасное. Ибо именно оно, на мой взгляд, создает очень интересную проблемную ситуацию в современной нам реальности. Но о безобразном мы тоже будем достаточно много говорить, потому что в целом ряде моментов они пересекаются. И во-вторых, потому что про безобразное написано много, еще начиная с Аристотеля, а про ужасное написано, в общем-то, значительно меньше. Если написано, то не в связи с общей серкоэстетической категории. Поэтому путь наш будет непрямой. Чем отличаются, собственно, безобразное и ужасное, я бы хотел сказать немного позже. Может быть, даже не на сегодняшней лекции, потому что это нужно подготовить, а не просто дать под запись на некое определение. Как считают в эстетической мысли современной, безобразная, это якобы одна из оппозиций, в данном случае оппозиция прекрасна. Прекрасна. Главная эстетическая категория, его противоположность безобразна. То есть, это то, что способно вызывать отвращение, а также все то, что отклоняется от эстетического и того мыслей во время. Впрочем, относительно безобразного или уродства, как называют Рубер, Нельзя, на самом деле, сказать, что это всегда именно противоположность прекрасна. Но в данном случае на обложке энциклопедии, посвященной проблеме уродства в европейской культуре, под общей редакцией Умберта Эко, это не его авторская книга, это его лишь проект, статьи писали разные исследователи. Так вот, вы видите на обложке фрагмент картины. Это Квентин Массейс, это у нас фламандский художник эпохи Ренессанса. Я не буду разбирать эту картину, тем более, что здесь она не целиком, а в усеченном виде, в общем-то, смысл ее не совсем понятен. Но вот это оппозиция, которая здесь со всей очевидностью обозначена, хотя очень двусмысленно, прекрасного и безобразного, на самом деле, это неравная пара. Именно картина так и называется. Неравная пара. То есть, безобразная не является всего лишь минусом от прекрасного. У вас есть вопрос? Да, просто так, если подумать, то безобразное – это не то, что вызывает упрощение, а то, что ни на что не похоже. Не совсем так. То есть, в русском языке – то, что не имеет образа, да? Но если вы вспомните, что есть образ, есть образ и подобие Бога. То есть, то – и эталон, идеал прекрасного, а, соответственно, безобразие – это то, что противоположено, то, что не имеют образа. То в данном случае это именно отсылка не столько даже к эстетике, сколько к этике. Ибо речь идет уже о удобре и зле. Понимаю, почему? И получается, красота и уродство прекрасные и безобразные, если и могут выступать как пары противоположностей к бинарной оппозиции, то лишь в определенном контексте. В большинстве же своем они скорее взаимодополняющие категории, вступающие в значительно более сложную многогранную игру, чем просто плюс и минус. С одной стороны, безобразное – это все то, что либо не дотянуло до максимального уровня прекрасного, мы можем, например, безобразным назвать некое бездарное произведение изностей. В общем-то, это конкретно. С другой же стороны, по преимуществу, безобразное – это то, где прекрасное представлено в наименьшем количестве. Как в средневековой этике, с ума есть отсутствие добра. Отсутствие прекрасного есть безобразное. С другой же стороны, безобразное – это несоизмеримо более обширная область, чем прекрасное. А это значит, что определить границы безобразного, описав прекрасное, просто невозможно. То есть нельзя перечистить все, что считается в эту эпоху прекрасным, и сделать это со знаком минус, мы этим не исчерпаем безобразное, а лишь очень ограниченную его часть. Прекрасное. Значительно меньше по объему своему, чем безобразное. Почему это так? Мы с вами позже вынесли. Поэтому ни в одну эпоху, исходя из ее эстетических идеалок, нельзя определить, на самом деле, что вызывало страх, или что считалось чем-то чудовищным, ужасным, или уродливым. Только очень ограниченную часть этого можно вывести из минусов относительно прекрасного, из вычитания прекрасного. Таким образом, прекрасно каждую конкретную эпоху очень четко очерчено, а безобразное же и ужасное это все иные позиции по отношению к эстетическому идеалу. Их всегда по определению много. Вот в чем дело. Не случайно тот же Эко говорит о том, что безобразное, ну уродливое, в его терминологии, интереснее изучать, чем историю красоты, хотя он-то сам изучал как раз историю красоты среди эпоху. Книжка незаизмеримо более сложная для чтения, чем вот этот легрес. Но, когда мы изучаем историю уродства, оказывается, что оно очень-очень вариативно, в отличие от каких-то эстетических идеалов. Если вы посмотрите, даже живопись, не только средневековую, но и ренессансную, когда речь идет о неких канонических фигурах, фигурах божественных, там очень четко все прописано, очень четко все говорено. в то время, как если вы взглянете на какие-нибудь маргиналии, границы, страницы той же Библии, или там, чистословов средневековых, то вы обнаружите там просто колоссальное количество всевозможного уродства. и фантазия авторов не знала границ. Некий одно клише для плюса и целая гамма образов для плюса. Условно говоря, здесь сложно не вспомнить фразу из Марта, легионами у меня, ибо нас много. не знаю, правда ли образов безобразного было легион, легион 356 тысяч. Ну, в общем-то, их было действительно очень много. Есть еще одна проблема для того, чтобы подступиться к ужасному и даже безобразному. Дело в том, что начиная примерно с Мануила Канта, и ужасная, и безобразная в какой-то мере может быть прочитана сквозь призму эстетической категории возвышенного, которая в это время радикально переосмысляется. То есть, возвышенное как раз это то, что, как правило, впечатляет при отсутствии конкретного образа. Например, снежная лавина. То есть, она нас потрясает, потому что она может нас полностью уничтожить, это колоссальная мощь, и тем не менее никаких зримых границ у нее нет. Именно этим она и впечатляет. И так как искусство 19-го, 20-го века и современное в еще большей степени делают колоссальный крем возвышенное, ну, там, белое на белое, классический пример возвышенного, то, в общем-то, все современное искусство можно грубо поделить на прекрасное и возвышенное, минуя все прочие эстетические категории. Однако, это не даст столь же тонкой дифференциации как окружающей нас реальности, так и произведения искусства, если мы все-таки будем остальные категории тоже использовать. Несмотря на то, что я в прошлом году здесь читал лекцию, которую считаю весьма удачной, одна есть в сети, посвященная разделению прекрасного и возвышенного, там же после нее я читал и лекции, посвященные эстетике фантастического, которые, да, чаще всего он будет попадать в возвышенное, но если мы не выделяем ее как отдельную категорию, то видим мы намного меньше и значительно меньше понимаем в том, какие процессы там происходят, то есть почти все, что мы будем смотреть по ужасному, естественно, будет попадать в категорию не только возвышенного, но и в нее же еще в категорию фантастического. То есть вы помните фантастическое, если кто-то смотрел цикл, просто многие смотрят для акции вперед, так вот, я фантастическое там определял не как то, что связано с фантастикой, в нем-то фантастического ровно ноль, а как раз то, что вызывает целый ряд вопросов, оно демонстрирует по сути тотальное инобытие, это может быть случайно что-то втолкшееся в работу художника, и картина становится такой, какой ее по сути не замышлял никто, то есть это картина или кинокартина, там кабинет доктора Калликарри допустим, который все вместе снимали, перессорились, все менялись, и в итоге из целого конгломерата идей рождается вот это, то, что мы знаем, и оно производит колоссальные впечатления, как раз потому, что это по сути не творение какого-то конкретного человека, конечно, вот это фантастическое, но фантастическое больше, чем ужасное, ибо фантастическое не всегда должно нас ужасать, да, фантастическое чаще всего вызывает тревогу, потому что оно не рядом положено на человеку, оно не антробоморфно, может, зачастую случайно, но ужасное это сердце, это ядро внутри этого возвышенного, фантастического ужаса, и поэтому оно меня интересует, потому что возможно оно является базовой движущей силой во всех этих расходящихся кругах. В современной эстетике принято вот такое разделение, которое на самом деле идет по сути еще от античной Греции, на бинарный парк оппозиций, вы наверняка их слышали, а если не слышали, то по крайней мере вы их можете вполне ориентироваться, то есть прекрасному противоположену безобразное, возвышенному противопоставлено низменное и трагическому комическое. Однако, как мы будем выяснять в процессе нашего курса, на самом деле бинарная оппозиция вещь очень опасная, потому что оно очень здорово будет в заблуждении. Здесь все кажется здорово, понятно, вот прочел, запомнил, и все, и пользуйся. Только на деле все будет не так совсем. Ну, приведу просто пару наглядных примеров, чтобы было понятно, что бывает не так. Согласно одной из классических эстетических оппозиций, трагическому противостоит комическому. Ну, мы знаем, что в греческом театре, да, были еще трагедии и комитии. Однако, трагическому в такой же степени можно противопоставить ужасное, которое зачастую с ним отрисляется, на самом деле. Иногда может с ним смыкаться, а иногда может быть прямо противоположным. И чаще всего оно не тоже прямо противоположное. То есть мы уже имеем на самом деле не новую пару оппозиций, а тернарную оппозицию. Трагическая, комическая, трагическая, ужасная, ужасная, комическая. Тернарная оппозиция всегда более симпатична, хотя я предпочитаю еще более многосложные структуры. Так вот, трагическое должно нести в себе катоксис очищения. Это ключевое определение, еще идущее от Аристотеля. Трагическое в конкретных произведениях искусства решается зачастую следующим образом. Оно предполагает либо утрату жизни героя, но сохранение его этических идеалов. Либо напротив, утрату и идеала, или и жизни идеала, но веру в возможность их сохранения другими. В том числе не обязательно участниками самого сюжета нарратива, а смотрящими. То есть, если это театр, или слушающими, если это музыкальный театр, и так далее. То есть, речь идет о том, что трагическое изначально предполагает возможность светлого исхода. Хотя бы гипотетическую. На этой игре оно и завязывало. Иначе вы просто не будете его переживать как трагическое. Ужасное же, как правило, прямо противоположное. То есть, оно как раз не имеет катоксиса. Ну, приведу еще простой пример. Трагическое это чистилище христианское. А муки ну понятно зачем? Чтобы очистились огнем. А вот ужасно это христианский ад. Тоже муки уже непонятно зачем. Потому что насилие. у них цели уже нет. Причина есть, цели нет. И в данном случае ужасное предполагает безысходность, невозможность избавления от обозначенной ситуации. И в этом оно в прямом смысле слова может быть противопоставлено трагическим. Абсолютно так же, как трагическое может быть противопоставлено трагическое. Или еще вот такой пример. Казалось бы вполне очерченная разница между возвышенным в такой грозной ипостаси и ужасным. Пример приведу к антиански. Стоим мы на берегу моря и наблюдаем над за развершейся водной бездной, где терпит бедствие кораллы. Эта ситуация по канту была бы возвышенная. То есть мы видим отчаянно борющихся за жизнь людей, но сами мы в этой ситуации не попали. Мы им все переживаем, но не более довольны. Мы видим, насколько стихия превосходит человека. И это есть ощущение возвышенного в самой грозной ипостаси. С другой стороны, представьте, что вы на самом деле не на берегу стоите, а на том самом корабле, который терпит бедствие кораблекрушения. Ситуация совершенно иная. Вы попадаете в эту пучину и вот это уже воспринимается как ужасно. Ну или на наши современные понятия, если переводить, то разница между тем, когда вы смотрите фильм ужасов и ситуация, когда вы попали в действие аналогичное фильме ужасов или триллером. Ситуацию фильма ужасов сложно попасть в триллер запросто. Главное не же тебя. В данном случае, кажется, противоположность очевидна. Одно, мы все переживаем, а в другом случае мы попадаем в самую пучину этой ситуации. Но так кажется только со стороны. а если мы копнем чуть-чуть глубже, то выяснится, что если вы, допустим, посмотрите какой-то фильм о хоррор, джала, слэша, все что угодно, что на вас может произвести сильное впечатление. Более того, даже не обязательно это может быть фильм ужасов, это может быть фильм, в котором так или иначе была представлена некая катастрофа. Может, вполне с позитивным исходом. Но он на вас производит сильное впечатление, и вы начинаете, допустим, бояться полетов на самолете или путешествия на корабле в открытом море. И казалось бы, все начиналось как возвышенное. Вы сопереживали на расстоянии разворачивающей перед вами драме, но на деле вы погружаетесь в пучину страха, который становится реальностью вашей жизни. начинает избегать какую-то ситуацию. И это, естественно, ужасное в чистом упорном. Это то, где страх становится частью вас. С другой стороны, как показывают хроники, особенно которые остались от 905 года, от событий, люди, которые были в учении вот этой совершенно невозможной ситуации, по которым по людям стреляли неожиданным для них образом, они собственно даже не понимали происходящего. Кто-то не мог поверить, что это на самом деле происходит, а другие просто не растерявшись, рационально выходили обходными путями как можно дальше от этой скопившейся этого пыла, по которой мы просто открыли огонь. То же самое, такие же воспоминания есть и о 1917-18 годах, о Второй мировой войне, то есть когда люди реально попадают в ситуацию хоррора и пошибчей его, но либо не верят просто происходящему, никак, у них оно не укладывается в голове, либо напротив рационально последовательно решают какие-то создающиеся проблемы. никакого ужаса, который сопровождал ее всю жизнь, у них могло не оказаться. Вот в чем дело. То есть даже на таком уровне погруженность непогруженность это зависит от колоссального ряда параметров, в том числе естественно и от точки нашего восприятия. И эта точка не обязательно просто должна наличить ситуации или быть по отношению к ней внешней. Нет. мы можем наличество ситуации осознавать ее со стороны. Поэтому это все намного более многограммно, это все намного более сложно. Я бы сказал, что возвышенные ужасные накладываются друг на друга, но если ужасные можно счесть действительно сердцевины некой возвышенной, то во-первых у возвышенного есть и те грани, которые никак с ужасными не соприкасаются, но и у ужасного есть те части, которые выходят все-таки за предел совершенной поверхности. Оно вообще просто лежит в одной плоскости. Они где-то соприкасаются в очень-очень важной точке, в какой мне бы хотелось самому выяснить, именно на это и будет нацелить наш блок лекций, но судя по всему есть и те элементы, которые выходят за пределы обоих из этих систем и не соприкасаются. У меня есть определенные идеи на этот счет, почему ужас, именно вынесенный за пределы нашего восприятия, может подействовать на нас значительно сильнее, чем тот ужас, в который мы выгружаемся. Сложно объяснить, но я думаю, что мы до этого еще дойдем, а по крайней мере надеюсь. Пока же пытаемся накопить критическую массу сопутствующей информации, чтобы к каким-то более серьезным выводам приступить, потому что сразу же, если сделать выводы, то, а, во-первых, свой интеллектуальный потенциал не будете подключать, будете просто как некуда давностью запринимать лекцию, а лекция давностью не является. При чтении книги нам всегда кажется, что это и есть некая информация, есть некая аналог, ну, по крайней мере, версия истины, а ничего подобного, оно просто прорастает, а могло пойти в другую сторону. Я пытаюсь очертить, как форму, да, описать вот такой ризоматической структурой границы этой проблемы, могли быть другие примеры, а могли вообще в другую сторону пойти, и выводы были бы немножко иные. Знаете, что сама ситуация бы поменялась, и она вообще от меня не зависит? Я пытаюсь ее описать, но само описание, конечно, могло сильно меняться, поэтому та попытка очертить вот эти границы, которые я делаю, мне кажется, она наиболее правильна, хотя это мое личное мнение. Итак, соответственно, мы познакомились с вами с некой такой преамбулой, неким введением в эту проблематику, проблематику ужасного, которую я насколько мог живописал, вам проиллюстрировал, и сейчас я бы хотел перейти к более конкретным деталям, и показать, как в общем-то флуктуирует ужасное на всех уровнях, как оно трепещет и соприкасается с другими вещами, вещами очень важными, тонкими, на которых держится европейская культура, и которые, в общем-то, мы зачастую не видим, потому что чаще всего пользуемся бинарными оппозициями. Бинарная оппозиция это зло наших культур. Я бы на цветах показывал, что это было далеко не всегда, и в общем-то бинарная оппозиция в том виде, в котором мы знаем сейчас, но если не считать какие-то отдельные заброшенные камешки по типу этих бинарных оппозиций у Пифагора, которые, да, были обозначены, но это не было тотально распространено. В общем-то, они устанавливаются в чисто виде только в 17-м веке в европейской культуре, совсем недавно. До этого все было очень вариативно, и черный мог быть положительным, они отрицательны, белые могут быть очень отрицательны, но не правда. И, в общем-то, для этого даже разные именования. И прекрасный пример иллюстрирует название ключевой работы Джорджа Агамбина. Это выдающийся наш современник, в этом году он приезжал к нам в Россию. Это его важнейшая книга. Вообще, Агамбин пишет обычно просто. Его советуют, но только вот, наверное, не эту книгу или ее в последнюю очередь. Она самая классная, она самая серьезная, но она очень сложная чтена. Вообще, обычно он работает в жанре, скорее, эссе философского, что читается очень легко. Вот эта книга читается, так же, как, в общем, любая нормальная серьезная философская литература. Для этого нужно просто иметь определенную подготовку, чтобы это читать. Но меня интересует не столько даже эта книга, сколько ее название. Во главу угла серии книг Агамбина поставлена вот эта, так скажем, метафора современного человека Homo Sacher. Что значит слово Sacher в латинском языке? А значит, оно очень и очень многое и как раз демонстрирует сложнейшую игру смыслов того, что мы бы обозначили как ужасное. Но первое значение Sacher это посвященный. второе священный, святой. Следующее внушающий благоговейное уважение. Великий. То есть Homo Sacher можно как великий человек поместь. Но в то же самое время Homo Sacher это некто проклятый, обреченный подземным богам, гнусный, отверженный изгой. Ну и помимо прочего Sacher могло бы трактоваться даже как магический. То есть получается великий святой и какой-нибудь проклятый предатель мог быть назван Sacher. Но Sacher не может быть назван какой-нибудь простой крестерин. То есть Sacher это то, что вырывается за пределы нормы. Как в одну сторону священного, так и в другую сторону ужасающего. Но норма от Sacher далека. То есть будни этим словом названы быть не могут. Вот оно флуктуация ужасного. То есть ужасное одновременно смыкается даже с прекрасным. Вот в чем дело. и наверное не случайно столь популярными являются в последнее время те же самые фильмы ужасов. если бы они не были эстетически совершенными, кто бы их смотрел? То есть там тоже есть своя толика прекрасная. Там сложно организовано. Какие мастера там работают? Да, хватило фильмы. Смотря какие фильмы. Ну а как бы хороший ужас по почти все творчество Мари Абабы. А Дарьо Ардженто Саспирия. Это же супер классика. Как это в цветах решено? То есть просто вы не знаете историю ужасов. На самом деле кинематограф по большому счету это вообще жанр ужаса как такового. Если вспомнить хотя бы первый показ Братьев Лювер, который вызвал то самое правильное чувство прочтения этой киноленты. Люди встали и пытались бежать. От надвигающегося на несколько паровозов. Так что в общем-то кинематограф возникший по большому счету в 20 веке на рубеже на самом 19-го и 20-го это жанр связанный с хорором по преимуществу как такового. Поэтому там все очень хорошо в этом жанре. Другое дело что понятно что массовый продукт он всегда с эстетическими достижениями далеко от них отстает. А что вы хотите сказать что в жанре драмы все иначе. Массовая драма это тоже самый что ни на есть шаблонный дешевый продукт который смотреть невозможно. Напугать зрителей тяжелее но в данном случае хоррор по большому счету не стремится напугать. он стремится загонить тревогу а это не то же самое. Введение в некую ситуацию очень длящейся протяженной тревоги. Вот ключевая задача хоррора и это делается эстетическими причем зачастую высокоэстетическими средствами. Посмотрите хотя бы с успирью. Сюжет не имеет ни малейшего значения. Имеет значение только режиссерские решения. По большому счету все киноленты дали у Ардженты чем стареет и лучше. Да? А что касается современных людей? А Арджента разве почил? Нет, я вижу совсем недавних того же Астрала того же Проклятия Монахи Но если во-первых очень большой резонанс в научных кругах вызвала первая пила там со всей радикальностью ставится проблема экзистенциального выбора. Одно дело когда мы об этом читаем Киркигора и ну да а другое дело когда это нам показывают в лоб просто уже не прямо а с ударом в лоб. Другое дело что пилы они в общем-то особенно вторая она просто в ногу украдена у Арджента из его фильма игрок просто как бы воровство Ну так получается я просто видимо не совсем правильно вас понял вперва и говорил мне о том ну то есть дело-то не в том фильм ужасов он не фильм ужасов то есть нынче пугают скримерами этой тревоги мало я об этом говорил то есть ну любого фильма можно испугаться детективе переживаешь за этого персонажа что вот его убьет хотя ты не знаешь вот она тревога в данном случае тревога тоже разная она имеет существенную степень градации ужас почему многие фильмы ужасов и называются ужасами при том что там ничего и сверхъестественного может не происходить потому что речь идет о том что он попадает все-таки в сердцевину этой тревоги то что философы назвали бы некой экзистенциальным ядром то есть то что является причиной всяческой тревоги во всем ее многообразии а не просто где-то рядом понятно что мы можем все переживать даже мультфильм тоже могут вызывать определенные чувства и опасения за персонажей но это не то же самое здесь речь идет о том что мы ударяем в самое-самое болезненное и чем эстетичнее это сделано как раз в мире это сделано неэстетично но с другой стороны максимально наглядно что тоже заслуживает уважения понимаете именно первое естественно дальше это все просто клоны того же как это сделано у того же Арджента или как это сделано у Ромеро а там это совершенно фантастическая критика современной цивилизации когда он демонстрирует что просто как эти зомби танцуют в этом магазине в супермаркете просто гениально тоже свой взгляд причем зачастую попадающий но самое проблемное место в супермаркете мы коснемся то есть я естественно остановлюсь именно на кинематографе как видите искусство первые несколько лекций я буду говорить скорее о некой проблематике основной ужас то есть именно в категории ужасного что это есть такое а дальше я постараюсь продемонстрировать некие базовые моменты в истории фильма ужасов потому что он как раз показывает радикальные смены приоритетов которые происходят в том что нас пугает можно спойлер спросить а Лавкрофт был? я на Лавкрофте наверное немного остановлюсь это все-таки литература подстудно я его дам может быть дам и Мэйчена и Блэкфуда столь любимых самим Лавкрофтам но я постараюсь все-таки из произведений искусства давать только кинематограф потому что показать на некой единой ветви наиболее радикальные смены как в одну эпоху допустим считалось определением фильма ужасов это наличие фигуры монстра сразу же после этого спокойно возникает фильм ужасов где никакого монстра и само определение оказывается уже несостоятельно и так далее и это как раз говорит не о том что постепенно устаканивается определение что есть ужас а говорит о том что сам ужас меняется меняется наша культура и вот это выпавшее звено из нее оно не стоит на месте либо если оно и стоит на месте все вокруг нее ходом ходит и поэтому отношения между нами и этим выпавшим звеном все время меняется что же касательно сайкер вот этого многогранного многового его определения кстати то же самое можно сказать и относительно того же монстра я уже упомянул фигуру монстра сейчас мы используем слово ну в общем-то в двух примерно одинаковых значения мы можем назвать монстром чудовище кстати не будем забывать что чудо и чудовище однокоренные слова а чудо святое может быть брак крайне галерея вспомнил и соответственно второе значение монстр которое мы сейчас можем применить это нечто связанное с уродством с монстром ну урод и в данной эпонстасе монстр может выполнять даже комическую форму ну достаточно вспомнить колебан шехспировская получается в первом случае чудовище монстр как чудовище точно вот она категория ужасная поняли нашли монстр как урод колебан шехспировский категория безобразного примененная скорее к сфере комического об этом еще писал Аристотель безобразная часто смыкается с комическим комический персонаж может быть такой весь неряшливый не пойми и какой именно этим вызывают публике естественную реакцию но слово монстр на самом деле имеет колоссальное количество оттенков если мы возьмем именно средневековый язык то окажется помимо этих двух которые мы еще как-то воспринимаем было монстр как знамение монстр это знамение Господня и монстр это совершенно не обязательно то что он за но это знак свыше так как это знамение Господне это знак свыше значит это очень близко возвышенно то что мы не можем обозреть границы но вот оно нас касается с другой стороны монстр чудо диво то есть даже граничит с прекрасным и наконец в общем-то любая невероятная вещь включая небылицу тоже монстр слово монстр имело колоссальное количество подспудных значений причем еще неизвестно какое из них основное потому что знамения вплоть до позднего возрождения именовались в том числе монстром найденное какое-то неведомое зверушко чудище могло быть интерпретировано в лучших традициях еще идущих ротантичной магии и трактовано как знамение апостола бога таким образом получается в самом этом слове монстр которое едва ли не является визитной карточкой категории ужасного смешаны как в калейдоскопе все эстетические категории но они не просто смешаны они скорее на разных уровнях вообще находятся это не некие параллели мы же не в двумерном мире живем понимаете в двумерном мире наверное было бы здорово прекрасно безобразно мы живем в многомерной реальности где это все организовано асимметрично оно где-то пересекается где-то идет параллельно и так далее значительно более сложная реальность и более того эта реальность вполне релевантна может быть применена даже для иудео-христианского дискурса в Евангелии конечно в меньшей степени хотя когда речь идет уже о царь церкви допустим иероним когда переводит Библию он переводит слово значение которого он не знал большому счету до сих пор мало кто знает я бы сказал даже никто не знает предположения гипотезы все описывавшее некое сияние свечения на голове Моисея как рога и действительно Моисея активно изображали с рогами таким вы его видите и на знаменитой статуе Меланджева но тот же Августин Блажерный написал что рога рога морозим и рога у дьявола не по той же самой причине что рога у морозим одно и то же может быть едва ли не противоположным в каком-то смысле традиционные предпосылки к различанию Деррида отличие от одного от того же самого и в данном случае полисмысловость она очевидно присутствует так или иначе даже в христианском бескурсе а в иудейском же она обозначена просто в самом тексте если вы Танат возьмете Ветхий Завет в нашем взводе то в общем-то можно встретить там такие изречения как вот око Господне над боящимися его над книгой речи страх страх Господень сопрягается с божеством которое же есть воплощение как этического так и эстетического идеала категория ужасного смыкается с сакральным а есть другая еще более радикальная фраза я ее особенно люблю двух переводов это книга царства злой дух от Господа напал на Саула или другой вариант и возмущал его злой дух от Господа то есть в данном случае сакральная фигура становится луминозной это не просто все благо мира но и все зло одновременно он вообще никак не связан с этими этическими категориями которые сугубо человеческие вообще выше в принципе не может в них быть измерен и есть вполне обоснованные предположения что собственное имя Яхвы или Ягуба оно происходит от песчаной бури это изначально дух вот этой бури песчаной которая истинно кроет то в общем-то конец все естественно как всего чего человек древний боялся он как правило обожествлял и старался если не мог от этого никак избавиться ну дать ему благие имена такое опотропное действие имени попытка ублажить таким образом встав на сторону того что тебя может уничтожить в попытке ублажить это это нечто ну как далеко не самое дружелюбное море которого греки боялись как огня черное море они называли спокойным добрым благостным морем потому что они его боялись отсюда же все говорят мифы о добрых ревах если повторюсь верить допустим Мэйчену который еще застал расцвет этих суеверий деревенских и городских на уровне низших сословий Артур Мэйчен рубеж 19-20 века один из создателей литературы ужасов классический поэт писатель Великобритании так и вот он пишет о том что в общем-то эльфов боялись безумно именно по этой причине пытались всяческие благие имена им давать всяческие истории о добрых эльфах придумать просто чтобы побороть страх в себе чтобы допустим пройти из одной деревни до другой вечером или ночью через лес Толкин до ужаса боялся Толкин насколько я знаю в том же кругу что и Мэйчен вращался не знаю были ли они лично знакомы но общих знакомых у них очень много Мэйчен чуть-чуть раньше что в каком-то смысле наследник это тратится поэтому в общем-то мы сейчас утратили вот эту чуйку на обратную сторону медали то есть священное оно вызывает ужас а ужасное содержит в себе что-то сакральное именно самим фактом возникновения нарушения привычной нам реальности оно конечно что-то возвышенное себе несет и как мы видим оппозиция здесь не работает оппозиция здесь ее можно всегда найти внутри каждого конкретно и она тоже не отдаётся бинарная она вот некая сложная такая и это как раз интересно и это важно и в общем-то различать это очень очень нужно по той простой причине что более дифференцированная реальность на самом деле даёт совершенно колоссальные нам возможности почему нельзя списать всё сказать что вот как у камера прекрасное всё что нас пленяет да всё что заставляет застыть на месте и любоваться его совершенством а возвышенное всё что нас движет вот соответственно ужасное тоже нас движет значит и возвышенное всё разделить на эти две категории да в общем-то вполне достаточно достаточно но не совсем потому что чем дифференцированнее мы воспринимаем реальность тем от этого есть две совершенно определенных пользы лично для нас первое наверное самая такая понятная вам будет сколько люди не бились над тем чтобы механически продлить жизнь человека в общем-то она продляется достаточно медленно и путём ну скорее общего развития науки и культуры быта человеческой чем какими-то отдельными стараниями чудодейственными средствами жизнь человек по времени примерно ограничена мы даже знаем примерно эти цифры среднестатистические но восприятие реальности то есть восприятие времени на уровне психологического времени а другое нам не дано время физическое время оно в часах на уровне психологического времени оно никак не пристроено но очень редко с ним соприкасается так вот психологическое наше время зависит от степени интенсивности нашего восприятия то есть если мы воспринимаем в 10-20 раз больше составляющих реальности а это возможно это доказано экспериментальным путём с современной наукой читаем того же Метцингер вторую его книгу которая не так вышла на русском языке то окажется что в смысле психологического времени наша жизнь будет в прямом смысле в 10-20 раз длиннее чем того кто воспринимал 10-20 раз меньше и здесь речь не идёт о том что нужно везде ездить мир смотреть это достаточно такой наивный подход от того что картинки будут активно меняться степень дифференциации вашего восприятия меняться не будет дифференциация восприятия зависит от того насколько мелкими являются в том числе наши эстетические категории если это вот такие огромные клеточки ты воспринимаете отсутствие наличия по бинарной системе сколько там ваша реальность во что может уместиться а если это клеточки маленькие мелкие мелкие то степень вашего восприятия будет измеримой иной и естественно в каком-то смысле вы будете просто элементарно дольше жить не в физическом не в хронологическом а в логическом измерении времени а в общем-то время повторюсь для нас прежде всего психологическое если вас где-нибудь закрыть в подвале на долгое количество времени чтобы вы не могли никак проконтролировать отсчет времени вы не сможете сказать сколько вы там были уже много раз такой опыт делали то есть биологические часы начинают очень мощно избуть давать они завязаны во многом на то что мы видим внешние изменения к которым привыкли и по которым мы ориентируемся а людям разве не кажется что больше времени а по-разному а некоторым кажется что меньше вот в чем дело то есть специально опыт оставили несколько людей и там ответы были совершенно различные то есть они между собой не должны были контактировать но там разница была колоссальная когда человек на приехку не будет время может очень жутко медленно идти а наоборот когда человек всем доволен и какая-то оживленная беседа идет то есть время может очень быстро полететь потому что на самом деле он в этот момент очень мало воспринимает он на чем-то одном и все равно и оно очень быстро ускоряет как раз больше запоминается состояние страха потому что мозг пытается подготовить себя об этом и речь почему медленнее все идет потому что в состоянии страха как это ни странно часто бывает не всегда бывает резкое сужение восприятие реальности но может быть резкое расширение восприятия реальности в состоянии страха может быть если вы не против у меня личный пример одна из редких драк в которых я участвовал она мне прошло уже много лет я ее помню до мелочей по полсекунды даже каждую мысль которая у меня проносилась потому что я обычно умудряю всех избегать и пришлось участвовать да согласен то есть степень дифференциации восприятия времени может несоизмеримо отличаться от той к которой мы привыкли мы привыкли что там за минуту может ничего не произойти а за эту минуту может произойти сотни событий которые мы можем успеть фиксировать по большому счету этому посвящена классическая медитация на стену классическая буддивская медитация на стену она затем и нужна стена никак не сможет изображать ни что для вас просто стена изначально является не тем что мы могли бы назвать пиршеством для гоноза нам кажется что там ничего нет на самом деле она очень сильно отличается там куча мелких деталей вот когда мы научимся их видеть после этого вокруг мы научимся видеть еще в тысячу раз больше всего и конечно для этого степень дифференцированности нашего эстетического восприятия а напомню эстетика это не просто искусство эстетика это ценностные котировки естественно воспринимать реальность мы будем по-другому но есть и вторая грань почему нужно воспринимать столь дифференцированно реальность в том числе и в области эстетических категорий представьте себе следующее ну вот есть у вас некая проблема сравним ее со скалой что вы с ней будете делать естественно обойти ее никак нельзя инструмента у вас никакого нет в общем это все предел долбиться головой о нее ну можно больше ничего вы сделать не сможете а теперь представьте что эта же самая проблема наличиствует но дифференцирована вами на сотни составляющих маленьких проблем то есть это по объему та же самая скала но рассыпанная на уровень песка то есть чтобы куда-то пройти вам она по-прежнему мешает но вы можете ее хоть руками переносить и постепенно вы можете ее разгрести и пойти туда куда можно пока вы воспринимаете что-то на уровне глобального вы не можете на это повлиять когда вы ее научаетесь очень тонко разделять на мелкие элементы вы можете эти мелкие элементы постепенно как-то притворять и реализовывать туда куда вам нужно в ту сторону которая вам нужна это относится и к научным исследованиям долбиться головой об стену что есть бытие бессмысленно не ответите на этот вопрос это очевидно сразу по степени глобальности поставленного вопроса если его разобрать на кирпичи на крошечные то на каждый из них возможно вы сможете ответить более-менее обменяемо и тогда общая ситуация в общем-то окажется что может быть что даже проблемы нет вот в чем дело и поэтому дифференциация реальности и на уровне этической и на уровне эстетической которая нас в силу специфики нашей дисциплины интересует она способна не просто научить вас лучше разбираться в искусстве она способна научить вас совершенно по-другому ориентироваться в том мире в котором вы живете в общем-то искусство для того же а не наоборот это некая форма виртуального взаимодействия с миром которая чем более глубоко и тонко проживает с вами тем в большей степени вы можете извлечь из этого простите даже практическую пользу таким образом я на этом наверное сегодня не поставлю точку потому что у меня дальше начинается большой блок который я не хотел бы порвать иначе вообще ничего не появится там схемы пойдут какие вопросы есть может быть какие-то предложения что вы хотели чтобы я затрону в этих последующих наших шести лекциях потому что повторюсь это еще не сформировано это некий просто вектор у меня есть может как-нибудь с кинематографом все-таки связать какие-то отличительные характеристики какие-то может быть эстетика прямо ужасов да я буду останавливаться гарантированно я в ближайшее время хочу дать пражского студента то с чего все начиналось к проблеме двойника фактически один из первых полноценных фильмов ужасов вот я бы хотел остановиться на фигуре зомби как феномене философского зомби и зомби в общем-то в искусстве потому что на самом деле весьма интересная идея интересный концепт который появляется именно в 20-ом вере это не случайно но в принципе еще не раньше вот эти эти а? что? он в принципе еще не раскрыт до конца но можно много еще придумать допустим последние года эту тему развили настолько силы что есть более правдоподобные предпосылки для появлений то есть допустим даже самая игра растительный вирус он существует в нашей жизни но только на более маленьком уровне дело в том что зомби оно появляется не по причине того что есть реальная угроза это философский концепт и он появляется именно в 20-ом веке это не случайно до этого на самом деле не было зомби даже если по культуре сначала зомби магическое существование зомби изначально приходит как в общем-то некий артефакт такой рудимент магической традиции сохранившейся где-то на островах но очень ну там змея радуют классический пример отсылки к такому зомби но на самом деле зомби очень быстро становится чем-то совершенно отличным и что показывает как раз творчество Ромеро это же зомби как принципиальная политика современного западного мира по большому счету Ромеро делает то же самое что делает Бодрияк со своей концепцией симуляторов по сути это очень близко но тот это делает через призму вот этого феномена зомби и в общем-то это сделано здорово и он нуждается в осмыслении ладно ребят давайте до следующего раза все до следующего до следующего до следующего до следующего Продолжение следует...